Приднестровье в шоке. В недостроенном здании у 15 школы на Кировском нашли тело несовершеннолетней Светланы Дедковской. Ей было 15 лет. По внешним признакам девочку убили. Надо действовать исходя из реалий. Президент России прокомментировал ситуацию с поставками газа в Молдову и Приднестровье. И что будет с зарплатами в 2023 году? Об этом мы не только говорим сегодня. Это специальный разговор. В студии для вас работают Татьяна Батуева, Лидия Салкутсан. И мы начинаем. 8 декабря в недостроенном столичной 15 школе на Кировском нашли тело девушки со следами насильственной смерти. Следствие установило, что погибшая Светлана Дедковская. 15-летняя девушка, которая ушла из дома еще 1 декабря. И все это время шли поиски. Известно, что сами же знакомые молодых людей говорят, что и парень с девушкой, то есть Светлана Дедковская и ее парень часто бывали у 15 школы, как они сами говорят, у пятнашки на Кировском. И где и нашли тело девушки. И очевидцы, которые наблюдали за действиями криминалистов, когда они там работали, говорят, что тело было прикрыто сухими ветками, что девушка была босая, что лежала лицом вниз. То есть она была в одежде, но без обуви. И наша съемочная пообщалась накануне с друзьями Светой. И вот что сказал один из друзей. Мне позвонила ее подруга лучше и сказала, что она пропала. Я сначала подумал, что это шутка, а потом я увидел по новостям, что она реально пропала. Я пытался сам ее как-то пробить найти, но не получалось. Потом опрашивали, милиция опрашивала меня. Я сказал, я не знаю. Я видел около 30 ноября где-то в обед. Она уходила гулять с ее парнем, другом, не знаю. Она была веселая. Они, получается, встречались, но потом они расстались. Причины даже, если честно, не знаю. Она говорит, что они не сложились характерами. А когда они встречались? Когда это было? Это было летом этого года. А расстались как они? Они остались друзьями, да. То есть они после этого еще виделись? Да, они после этого еще виделись. Он спокойный, он очень добрый. Он учился в Бендерах, есть какая-то детская школа. Оттуда этот вот, я знаю, что они его забрали, потому что произошла какая-то там ситуация, якобы он подрался. Сбыльчивый он вообще? Да нет, вроде спокойно. С моим сыном старшим всегда разговаривал, всегда этот вот, здрасте, до свидания. Говорил, как дела там, Иван, как учишься? И как бы нормальный такой адекватный парень был. У него мама хорошая, папа хороший. Бабушка с дедушкой вообще замечательные люди. У них адекватная хорошая семья. Но опять же, пока идет следствие, обвинять кого-либо в чем-либо, никто не имеет морального права. И вешать какие-то ярлыки. То есть следствие идет, все разберутся криминалисты. Ну, многие родители подростков после этой новости, ну, каждый ее спроецировал на себя. Конечно. И стали переживать, и стали думать, с кем общается мой ребенок, как он общается, чем он вообще занимается, когда выходит, когда переступают порог дома. И вот здесь у многих, по крайней мере, с кем я говорила, возник такой соблазн усилить контроль, вплоть до того, чтобы проверить переписку, проверить чаты. Почему так делать нельзя? И как надо делать, Елена Викторовна? Если мы, ну, скажем так, нарушаем таким образом личные границы подростка, а мы нарушаем, да, и не просто личные. Вот поставьте себя на место вашего ребенка, что ваш ребенок, да, залез к вам в телефон и прослеживает всю вашу переписку и все ваши контакты. С одной стороны, вы, ну, теряете доверие в глазах своего ребенка. С другой стороны, я, как мама, понимаю родителей, да, которые обеспокоены, которые, ну, скажем так, хотят перестраховаться, подстраховаться. Если мы вспомним ситуацию, которая была несколько лет назад с «Синим китом», когда детей через социальные сети завлекали в эту игру и дети заканчивали жизнь самоубийством. И если бы был вот этот контроль, был бы вариант, может быть, где-то спасти жизнь? Поверьте, подростки сейчас достаточно грамотные, и в компьютерах они грамотнее во многом, более грамотные, чем мы. И если ваш ребенок заподозрит, что вы контролируете таким образом, он найдет способ, как обойти этот контроль. А доверие будет потеряно? А доверие будет потеряно. А как правильно тогда? Правильно выстраивать доверительные отношения, начиная с раннего возраста. Доверительные отношения с вашим ребенком. С раннего возраста это со скольки лет? С самого раннего возраста. Здравствуй, малыш, ты родился. Если этого не случилось, то когда можно начинать? Или не начинать тогда вовсе и опустить руки? Опускать руки ни в коем случае нельзя. Скажем так, можно начинать, в принципе, в любом возрасте. Просто вы должны понимать, что вы, ну, скажем, недостаточно внимания уделяли свою ребенку. То есть признать для начала это, да? Да, вы попустительски как-то относились к этому. И тут вдруг ни с того ни с сего вы решили наладить отношения с собственным ребенком. За один вечер посадили и сказали, теперь мы будем общаться определительно. Реакция подростка. С чего вдруг? Чуть-то старики, совсем у них крыша уехала, да, если молодежным сленгом. Поэтому и мы говорим о том, что чем раньше мы начнем выстраивать эти доверительные отношения, тем более мягко, как бы, ну, сглаженно пройдет вот этот кризисный период подросткового возраста. Но если вдруг так получилось, что вы не наладили эти отношения, начинать никогда не поздно, просто не нужно брать крепость осадой, да, вашего подростка, не надо чрезмерно, скажем так, да, оказывать ему внимание, но показать ему, что все-таки вы его любите, цените и будете на его стороне в любом случае, чтобы не произошло. Психологи говорят, больше уделять внимание детям. Что это такое? Что это такое на практике? У меня есть знакомая учительница, она рассказала, что ее пригласили, и ее выпускники, она учительница начальных классов, выпускники пригласили ее на выпускной, и они как бы устроили для родителей флешмоб, и в котором звонили родители, мы говорили, мама, я тебя люблю, папа, я тебя люблю. Большинство родителей на этот вопрос отвечали, а что случилось? Где ты сейчас? Что происходит? Или тебе сколько денег надо? То есть вот этот момент, чтобы кто-то ответил в ответ, я тебя люблю, да, все нормально, то есть это были единичные случаи, да, это как бы было с шутками, смешно, да, но это как бы вот какой-то, наверное, такой показательный, что ли, пример того, как, ну, насколько, что такое это внимание к детям? Ну, вот здесь к первой части, если мы вернемся по поводу того, сколько времени нужно уделять, здесь вопрос больше не про количество, а про качество. Давайте просто вот вспомним обычный вечер обычной семьи, да, родители пришли с работы, и вроде бы как мы уделяем внимание нашему ребенку. Каким образом мы уделяем внимание? В лучшем случае мы сидим рядом, но уткнувшись в телефон, в планшет, без разницы, любой гаджет. Знаю по себе, спрашиваем чаще всего, сделали ты уроки. Как сказал, все хорошо? Ага, все хорошо. Делали ты уроки, да. То есть вот количество, при этом мы уделили внимание ребенку, мы вроде бы как посидели рядом с ребенком, возможно, даже приобняв вашего ребенка. Поэтому качество поговорить, спросить не просто, что, да, ты выполнил домашнее задание, не выполнил домашнее задание, и сколько там тебе задали, и вообще, вот я проверила, мне пришло оповещение лжура, и почему там, в общем-то, у тебя то или не то, и, да, причем, да, сразу с порога. А поинтересоваться вообще, что нового происходит в жизни вашего ребенка, что он видел, что он слышал, что он нового узнал сегодня на уроках. Ну, конечно, это в идеале, это чтобы был, ну, такой вот ритуал был с первого класса. И к вопросу, к моменту о том, что я тебя люблю. Если, опять же, ну, ребенка с раннего возраста, с дошкольного возраста, с младшего школьного возраста, он не приучен к тому, чтобы проявлять какие-то чувства, да, и со стороны родителей к нему, и он к родителям, то и, конечно, в первую очередь он будет воспринимать родителей, что что-то произошло, потому что на пустом месте ведь это у нас так не принято. Но ведь это у нас в менталитете заложено, у большинства граждан постсоветского пространства заложено в менталитете вот эта вот какая-то сухость, приобнять ребенка, ну, вот я смотрю, молодые родители сейчас с удовольствием ходят, обнимают своих детей, говорят им «люблю», а более старшего возраста, ну, как-то привыкли все держать эмоции, как-то вот учили, держите эмоции в себе, лишних там слов нежности, телячьей, это, как это у меня бабушка называла, мещанские замашки, что-то вот в таком, уже сейчас точно не помню. Может быть, в этом проблема? Проблема в том, что наша история, ну, вот наша история просто влияет в конечном итоге и на... Что мы видели и что мы чувствовали в собственном детстве? Ведь очень часто мы привносим свои отношения, свою семью и воспитание своих детей, то, как воспитывали нас, то, что мы видели в своих семьях, и если в нашей семье это было не принято, то, ну, велика вероятность того, что мы, в принципе, так и не будем себя вести, но это все, в принципе, индивидуально. Приведу пример, да, у нас с сыном такой ритуал до сих пор сохранился. Я ему душу уже где-то в области груди, то есть это высокий здоровый парень, но при встрече и расставании мы обязательно обнимаемся, да, мы обязательно желаем хорошего дня и, возможно, там какие-то смайлики. Но так принято у нас было, и мы как бы вот продолжаем. Ну, ритуалы вообще очень хорошая такая вещь для семьи и вообще для общества. За небольшое количество времени показать ребенку, что ты его любишь, что ты его ценишь, что ты его принимаешь таким, какой он есть. Я здесь хочу вот немножко, что ли, обратить внимание опять же на эту тему взаимодействия взрослого и подростка, да. Понятно, что все помнят, какими мы были подростками, и вот это вот ощущение, что я сильный уже, что я могу, что я сейчас готов в горы свернуть, оно как бы, ну, я думаю, что каждый помнит. И опять же возвращаясь вот к этому моменту, мама Светы также нам в интервью рассказывала, что вот когда она уходила, девочка, да, она сказала, мама, я бегу насчет работы договариваться. При этом мама слышала, что звонил кто-то ей, какой-то незнакомый мужской голос, и что в этот момент дочка торопится и как-то взволнована. И она у нее прям требовала эти деньги на маршрутку, да, в итоге-то мама-то сдалась в этот момент. То есть этот момент, может быть, был решающим в этой ситуации. Почему в этом моменте ребенок-подросток, что ли, как, я не знаю, победил в ситуации, да, то есть он по сравнению со взрослым, он как бы, взрослый как бы принял его решение, подростка. Почему не сработала какая-то вещь, как, все равно вот эта иерархия, она же есть, взрослый выше, подросток ниже. Каким-то образом это взаимодействие уже так должно быть выстроено, должно быть построено именно на том, что подросток в какой-то момент должен услышать взрослого и довериться ему. Почему этого не происходит, когда подростки вот так настаивают? Как вести себя вот в таком, ну, наверное, в такой ситуации, когда подросток, что ли, демонстрируя свою силу, свое вот это могущество, которое он только чувствует, он как бы прогибает взрослого. Вот что делать в этой ситуации родителям? Вот в ситуации, когда, да, мы говорим сейчас о Светлане, а что могла сделать мама? Могла мама закрыть дверь? Она бы нашла способ, как все равно выбраться, как уйти. Остановить, спросить, почему ты так взволнована? Техники, если какие-то техники, да. Как среагировать в этой ситуации? Только доверительное отношение с ребенком. Что значит техники? Техники только для совладания со своими эмоциями, да, чтобы в такой ситуации не наговорить того, о чем мы потом будем жалеть. Мы поняли, да, что насильно там ты дверь не закроешь. Что взрослый может сказать ребенку в этот момент? Что стоит сказать, может быть, ребенку в этот момент? Стоит сказать о своих эмоциях и о своих переживаниях. Мама очень переживает. Я тебя люблю, я переживаю, я забочусь о тебе, я буду волноваться. Это единственное, о чем вы можете говорить. Я, то есть, вот, что бы ни случилось, я тебя поддержу, я тебе помогу. Но давай разберемся. Но, да, расскажи. Но при этом ребенок должен знать, что так действительно и будет. Что если он раскроется, да, что если он поделится, что вы потом не смените вот свою заботу на то, чтобы обвинить ребенка, что вот я так и знала или знал, что так и произойдет, что ты свяжешься там с дурной компанией, например. Если ребенок заподозрит, что так может закончиться, то, конечно, вы не дождетесь от своего ребенка такой какой-то искренности. Ну, и мы не будем, как бы, забывать о том, что подростковый возраст, основное новообразование этого возраста – это чувство взрослости, о котором мы, в принципе, с вами вот постоянно сейчас и говорим. Вот это чувство взрослости, с одной стороны, я взрослый, с другой стороны, это чувство взрослости, оно помещено в ребенке, который, ну, в общем-то, там, в какие-то моменты он все равно ребенком остается, но при этом взрослый. И в этом случае мы тоже как бы вот наблюдаем, да, что вот она хотела заработать деньги, она искала работу, она искала способ доказать, что она взрослая. Возила маму, зарабатывала какие-то деньги, пока не знаю подробности как, но вот были у нее какие-то небольшие деньги, и друзья рассказывали, что она возила маму даже на экскурсии. То есть, потому что мама хотела увидеть там какое-то место, и она ее туда возила, то есть старалась. Вот «Форево 15», переводится как «15 навсегда». Такой миг стоит у Светланы в Инстаграме, и Свете было тоже 15. И в последних комментариях под фотографиями вопрос от друга «Где ты?» И ответ «Умерла». Это написала уже одна из подписчиц Светы в день, когда нашли тело девушки. Страшная трагедия, конечно, мы об этом еще поговорим позже, а сейчас о других темах недели. Для Приднестровья газ, для Молдовы свет. Взаимовыгодный контракт подписали до конца декабря. Есть вариант, что продлят сотрудничество до марта, пока это под вопросом. По договоренностям, Приднестровье в декабре должно получать 5,7 миллиона кубов газа в сутки. В ноябре, к сравнению, было 2,3 миллиона кубометра газа в сутки. Значительно меньше. Значительно меньше. Хотя поступающих объемов в полной мере недостаточно, чтобы покрыть полный дефицит газа. Миллиона не хватает. Но в то же время промышленность запустилась. Постепенно выводит все производства из простоя. Сейчас Молдавская ГРЭС в Днестровске запустила 3 генератора. Поставляет электричество в том числе в Молдову. И можно порадоваться за жителей, за наших соседей, которые сейчас будут платить за свет меньше. Тариф у них уже пониженный утвердили. Мы сейчас на экране покажем. При этом, конечно, никто не отменяет эти многотысячные счета за коммуналку. Все-таки из-за газа. Все равно хоть чуть-чуть им будет попроще. Тоже жалко людей. Большие цифры. Когда видишь эти квитанции за счет, которые приходят в Молдове, за квартиру, которая приходит в Молдове. Да, за свет снизили. Волосы начинают на голове шевелиться. За свет в Молдове тарифы снизили. В том числе благодаря контракту с Молдавской ГРЭС. Да. И в целом станция работает, как мы уже убедились на этой неделе, замечательно работает, потому что она стабилизирует сейчас всю энергосистему региона. И повторение предыдущих двух ЧП, блэкаутов, как их модно называть, когда свет вырубало полностью в Приднестровье и в Молдове. И понадобилось очень много сил для того, чтобы его восстановить, электроэнергию. Такого уже не было? Да, свет мигал, но не погас. Не погас, да. Теперь главное, чтобы в Кишиневе опять что-то, что-нибудь не затеяли, да, как это было в ноябре. Газовые игры, какие-то непонятные махинации с газом. Не предсказуемые соседи, конечно. Сколько-то там запасать. То есть какой-то газ не доходил до Приднестровья. Сейчас мы знаем, что Молдова уже делает запасы, да, на Украине. Ну, понятно, что что будет в январе, мы сейчас не знаем. Да, и расслабляться точно не надо. Ситуация в Приднестровье непростая. Об этом накануне сказал Владимир Путин. Давайте послушаем. По поводу граждан и их прав в Приднестровье, граждан Российской Федерации. Ну, надо действовать исходя из реалий. Мы всегда обращали внимание всех наших партнеров и коллег на необходимость соблюдения граждан Российской Федерации, проживающих на этой территории, на территории Приднестровья. Что касается социально-экономической ситуации, то она непростая там, в том числе и по снабжению энергоресурсами. Ну, о Приднестровье президент России говорил на заседании по правам человека. Тему поднял Александр Брод, это правозащитник, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте России по правам человека. И после заседания мы связались с Александром Семеновичем. Что еще интересно, Александр Брод не раз встречался с президентом Красносельским. И у него есть связи с Приднестровьем. Он в контакте с нашим официальным представительством в Москве. То есть он знает о Приднестровье и эту тему поднял как раз на Совете по правам человека при президенте России. Да, и после заседания мы связались с Александром Семеновичем. И вот как он прокомментировал итоги заседаний по вопросу непосредственно о Приднестровье. Президент ответил следующим образом, что, безусловно, защита прав россиян и соотечественников это одно из приоритетных направлений нашей политики. Ситуация в Приднестровье не может не беспокоить. И он сказал, что даст поручение ситуацию проработать и выработать механизмы реагирования. В частности, отдельно было сказано о том, что будет проработана ситуация по газу. То есть будет специальное поручение Минэнерго. Хорошая новость. Есть вариант, что в следующем году государство сможет повысить зарплаты некоторым работникам бюджетной сферы. Да, это стало известно после второго чтения бюджета. На неделе Верховный Совет принял проект бюджета на следующий год во втором чтении. Понятно, что будет еще третье чтение. Но вот как новость прокомментировал председатель Верховного Совета. Несмотря на сложности и с работой предприятий реального сектора экономики, частичного недопоступления в бюджет финансовых средств, депутаты вместе с правительством при поддержке президента все-таки считают, что в 2023 году, если не будет форс-мажорных обстоятельств, необходимо учителям, медикам, работникам культуры и спорта все-таки повысить заработную плату. Мы планируем ее поднять порядка 12%. И средства, необходимые для этого, заложены в проекте бюджета на 2023 год. Что главное, зарплаты всем пенсии и пособия будут платить в срок, ну, всем я имею в виду зарплаты бюджетникам, будут платить в срок в полном объеме. Тарифы на коммунальные услуги не вырастут, но, опять же, здесь, которые тарифы в пределах нормы. То есть, если, допустим, вы норму эту превысили, дольше времени купались, весь день набирали воду, потом ее выпускали, да, весь день жгли свет, да, то есть норму превысили, вот это превышение его планируют все-таки сделать больше, чем сейчас вот этот тариф, который действует. И, кстати, вот эти нормы, они достаточно, ну, очень такие корректные, да, то есть это максимальные, можно так сказать, что в них, в принципе, вписываются все, если это обычная квартира, обычная многоэтажка. Да, это надо постараться тоже, и действительно весь день жечь свет, не закрывать все экраны. Да, и не тренд, это сейчас весь день жечь свет. Да, продолжаем экономить. Продолжаем экономить. Возвращаемся к трагедии, убийству пропавшей девушки, и вот как отзываются они друзьям. Ну, она позитивная была очень, всегда. Где виделись? 1 декабря последний раз видела в обед. Где были, что делали? Да сидели тут, разговаривали, но веселая была, веселая. Потом ушла куда-то. Ну, виделись до 1 декабря, и все. Ну, она нормальная, веселая, никогда не грустила толком. Нормальная девочка, бабушка вот тут живет тоже хорошая, бабушка, мама тоже порядочная. Девочка не конфликтная, были у нее и подружки в классе, ее принимали. То есть, могу сказать, что к учителям относилась с уважением, никаких дерзостей с ее стороны не было. Если школу пропускала, то по уважительной причине. Веселая, нормальная девушка, возможно, повзрослевшая немножко раньше времени, которая хотела самостоятельность, открытая судя по тому, что рассказывают о ней друзья. В школе тоже отзываются учителя о ней хорошо, говорят, в принципе, конфликтной не была. Известно, что Света жила в неполной семье, ее воспитывали мама и бабушка, отца не было. Есть мнение, что в неполных семьях дети получают, ну, не все, наверное, какие-то там базовые свои качества, и что это сказывается в дальнейшем на их жизни, на их характере. Так ли это? И как вообще правильно, наверное, воспитывать ребенка, если семья неполная? Неполная семья не является тем триггером, который потом может, скажем так, повлиять на психологическое развитие ребенка. То есть, это не единственная причина, которая может вызвать какие-то проблемы потом. И полные семьи также могут являться причиной, скажем так, психологических проблем у подростка. Да, это одна из составляющих. Это здесь может быть более высокий шанс, что могут быть потом какие-то сложности. Но это не обязательно. Иногда в неполных семьях дети более благополучные в психологическом плане, чем в полных. Вот в истории Светланы уже известно, что из дома она не убегала, как это предполагалось изначально, когда объявили в розыск девушку. Но статистика такова, что только за этот год более 70 случаев, когда дети уходили, да, их возвращали. Сами возвращаются. И сами возвращались. Но вот эти вот попытки кому-то что-то доказать... Но причин, почему дети уходят, на самом деле, намного больше, чем какие-то моменты, которые связаны с именно психологическими аспектами подросткового возраста. Одна из причин, почему дети уходят, причем причина такая, казалось бы, вот часто встречающаяся в благополучных семьях, это гиперопека. Когда вот подросток, вот он ощущает себя независимым, он ощущает себя взрослым, а его опекают со всех сторон. Контролируют? Да, контролируют. И он таким образом пытается доказать, в первую очередь, своим близким и родным, что он взрослый. Вот такие дети как раз чаще всего, вот они уходят, где-то там у друзей переночуют, пересидят, и потом благополучно сами возвращаются, да. Есть дети, которые уходят для того, чтобы получить новые впечатления, новые эмоции. Адреналин, да, то есть спокойная жизнь, скажем так, и таким образом они его получают. Вот этот адреналин и получают эмоции и впечатления. Здесь стоит вот разобраться, почему это происходит, почему ему нужны эти эмоции и впечатления, от чего он бежит к этим эмоциям. Ну, конечно, никто не убирает с такой момент, как проблемы в семье. Это тоже, это, скажем, в большей степени настораживает. Это когда родители в ситуации развода, например. Это когда родители на заработках и за ребенком присматривает кто-то из родственников, либо кто-то из родителей, да, ну, мама или папа. И такому ребенку, конечно, возможно, недостаточно тоже внимания. И он это внимание получает где-то на стороне, ну, в зависимости от того, куда он уходит и с какой целью он уходит. Он просто уходит для того, чтобы получить эмоции, да, вот мы читали, смотрели, когда вот из Слободейского района дети, да, они приехали в Тирасполь и, в общем-то, их обнаружили в Екатериновском парке. Они ничего, никакого правонарушения не совершили, да, они получили вот... Ихали на экскурсию. На экскурсию, да. Но при этом забыв предупредить родителей, куда они едут. То есть каждый отдельный случай – это возможность разобраться, почему это происходит. А как понять, вот подростки, они же у нас умные сейчас, они начитаны, они в интернете, они такие иногда вот... Речи выдвигаются, что удивляешься и словарному запасу, и вообще пониманию. И ходу мысли. И ходу мысли, да. И где-то радуешься, но видишь, что эти же подростки периодически начинают манипулировать близким окружением, родителями. Как понять, вот когда тобой манипулируют, а когда действительно нужна помощь? Да, конечно, у нас есть определенные моменты, на которые можно обратить внимание. Но, вы знаете, в таком случае я говорю, лучше родителей никто не знает своего ребенка. И лучше родителей уже никто не может разобраться в том, манипулирует ребенок или он говорит правду. И кроме родителей, которые в принципе сами доводят ребенка до состояния манипулирования, никто разрулить, скажем так, эту ситуацию не сможет лучше. Мне кажется, я сейчас побуду баба-ягой для родителей и встану на сторону подростков. Прямо сильно хочется. Есть, наверное, какие-то для этого моменты во мне самой. Потому что я тоже мама подростка, сыну 16 лет. Хочется всегда задать вопрос себе. В какой-то ситуации, когда возникает, я не знаю, спор, конфликт, я не буду так делать, я знаю, как лучше. Всегда хочется задать себе вопрос, когда я начинаю испытывать эмоции, почему. Почему меня это задело и почему я не могу, я как взрослая, это все переварить и выдержать. И в этот момент мне кажется, что многие родители, мы как родители, мы все-таки смещаем акцент на наших детей. Что вот они как-то так не так сделали, что вот они там манипулируют, что вот они добиваются своего всякими разными способами. Что вот он опять пошел туда, куда я ему говорила не ходить и сколько же можно. И вот эти вот эмоции же поднимаются тогда, когда ты не можешь ничего сделать. У тебя поднимается страх, у тебя поднимается переживание, что вот я не могу его там контролировать, вот что там будет, с кем он будет общаться. А почему я ему вот это не сказала, надень шапку еще раз 30 раз за день, допустим. И в этот момент я к чему веду разговор, потому что мы как-то смещаем акцент на наших детей. Что вот это они, то есть в них надо разбираться, но не в себе никак. Здесь вот, наверное, вопрос о воспитании стрессоустовчивости у родителей. Взрослости опять же ждашь? И, ну да, возможно, здесь еще стоит поставить себя на место своего ребенка. То есть это эмпатия, да, поставить себя на место другого человека, попробовать прочувствовать те эмоции, которые чувствует другой человек. А этот другой человек не просто другой человек, а это ваш ребенок. И когда вы ему в три тысячи первый раз говорите... Что-то впариваете? Да, о той же шапке или об уроках. Представьте себе такую ситуацию, что вам три тысячи первый раз говорят о том, что вы должны, вы должны что-то сделать. Вам это понравится? Потом мы говорим, да, вот, он нас не слышит. Откуда агрессия взялась? И, конечно же, вот мы говорим о стрессоустойчивости. Когда мы приходим с работы и мы видим, что посуда не мыта, там, допустим, в комнате бардак, уроки не сделаны. Первая реакция родителей. Крик. Крик. Возмущение. Возмущение. Я работаю для того, чтобы тебе жилось лучше. У тебя есть все условия и так далее и тому подобное. Да, вот первое, о чем стоит всегда помнить. Не срываемся на крик. Не срываемся на крик. Применяем те техники, которые подходят для вас. Имеется в виду это дыхательные техники. Да, это, может быть, какие-то техники, связанные с отвлечением вашего внимания. То есть надо сначала привести себя в более или менее спокойное состояние. И только потом пытаться разобраться, почему произошла эта ситуация. Почему произошла такая ситуация? Потому что, например, вы впервые дали такое поручение ребенку. И он, в принципе, не привык, что вы его приобщаете к какому-то труду. Здесь вот я, наверное, буду достаточно категорично. Я всегда говорю и родителям о том, что у ребенка должны быть свои обязанности. Не только уроки. У него должны быть обязанности по дому. Это посильные могут быть обязанности, да, в соответствии с возрастом. Но ребенок должен быть вовлечен в семейную жизнь, да. И он должен привлекаться к тому, что происходит в семье. Ну и плюс совместно, допустим, даже труд родителей и ребенка сближает. Да, ну если вы вдруг вот давали ребенку свободу действий, и он кроме уроков ничего не делал, а тут вы ему даете... А потом говоришь, идем вместе забивать гвозди. Да. То как бы... Смотрит, ну иди. Масса поручений. Мысленно я с тобой. Да, ребенок сразу же, естественно, отреагирует. И я не буду это делать. Я не умею это делать. Хорошо, если родители понимают уже, что ситуацию надо выправлять в воспитании ребенка, корректировать, что проблема уже есть, либо она назревает, и без помощи профессионалов обойтись сложно. И может быть, помощь нужна даже взрослым, как мы уже сейчас к этому пришли в выводу, да, прежде всего начать с себя, выправить свое состояние, чтобы можно было помочь ребенку в дальнейшем. Но мы понимаем, что услуги психолога, они не дешевые. А есть ли у нас в Приднестровье бесплатная помощь психологам? Психологическая служба очень хорошо развита в системе образования. Вы имеете в виду школьные психологи, которые в школах? В детских садах, в школах, да? В принципе, в любом учреждении образования, любого уровня имею в виду, начиная с дошкольных организаций образования и заканчивая высшим образованием, есть психологическая служба. И есть психологи. То есть родитель или ребенок, да, или родитель с ребенком могут прийти к школьному психологу, даже если, допустим, эта ситуация не касается школы. Она касается, допустим, каких-то бытовых проблем. То есть вот они дома не справляются. Или что-то произошло вне стен школы. Так можно вообще обратиться к школьному психологу с такой проблемой? Ну, ведь это же, эта сложность возникла у школьника. Поэтому мы, в принципе, уже как бы, это наш запрос, это наша работа. Другое дело, что школьный психолог, он все-таки ограничен. Он ограничен рамками нормативно-правовой, да, организации своей деятельности. Но, опять же, в рамках работы психолога организации образования у нас есть такое направление, как социально-диспетчерская. То есть я могу переадресовать этот запрос, если я понимаю, как школьный психолог, что это не моя, как бы, компетенция. Я могу переадресовать этот запрос тому специалисту, который сможет помочь, который сможет более глубоко проработать этот запрос. И иногда бывает так, что обращаются к психологу с запросом, а в процессе работы выясняется, что это, допустим, запрос, который необходимо переадресовать социальному педагогу. Это запрос, который необходимо переадресовать врачу, невропатологу, психоневрологу. И, соответственно, мы можем рекомендовать родителям в таком случае обратиться к специалисту другого профиля. Рекомендовать. В каком случае стоит обращаться, если бы уже у вас появилась такая мысль, что, наверное, надо было бы обратиться к психологу. Это уже повод обратиться к психологу. Даже если вы преувеличиваете, даже если вы так заботитесь о себе, о своем ребенке, что, возможно, вам это действительно и не нужно. Но для собственного успокоения и для успокоения вашего ребенка обратитесь к специалисту. И вам специалист уже скажет, что у вас все хорошо, все благополучно. И даст какие-то рекомендации, возможно, для дальнейшего развития вашего ребенка, либо улучшения взаимоотношений с ребенком. Если бы мысль такая появилась, обратитесь. Спасибо большое. В студии у нас сегодня была Елена Чмейко, психолог, старший преподаватель факультета психологии в госуниверситете. Да, тяжелая тема, конечно, сегодня была. И очень жаль девушку, Светлану. Ситуация ужасная. Следователи, конечно, разберутся. И очень непонятная ситуация с молодым человеком. Не хочется вешать ярлыки, не хочется обвинять его. Ну, пока говорить рано о том, кто виноват в этом преступлении. И очень хочется призвать всех, потому что в социальных сетях сейчас эта информация очень сильно эмуссируется. Очень много комментариев, очень много негативных комментариев в адрес молодого человека и в адрес девушек. Да и вообще. Ждем результатов следствия. Да, дождемся результатов следствия, а потом уже о чем-то можно говорить. Да, сейчас милиция работает, да. Говорили об этом сегодня и говорили о том, что сказал президент России о Приднестровье. Он прокомментировал ситуацию с поставками газа в Молдову и Приднестровье. Это был специальный разговор. Вели его сегодня для вас Татьяна Батуева, Лидия Салгутсан. А сразу после историческая викторина. Страна-легенд играет суперкоманда, новички сезона. Но там, я так понимаю, интрига нарастает уже, да, Лидия? Интрига нарастает, так что давайте смотреть Страна-легенд прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова